Тепловой счётчик в своём доме жильцы поставили ещё пять лет назад. Думали, прибор поможет им сэкономить на отоплении. Но ни в одной квитанции за последние годы строки перерасчёт. Они так и не увидели. Жильцы уверены, коммунальщики просто прикарманили их деньги. Мы не можем вернуть свои деньги. Так, хотя бы за эти два года. Обращались в жилинспекцию. У меня очень много документов, переписки, шахраем, где здесь подтверждено о том, что суды прошли, арбитраж прошёл, касация, апелляция. Всё прошло, всё выиграли. Из жилинспекции ответы жителям дома приходят регулярно. В них чёрным по белому написано, тепловики обязаны сделать перерасчёт за 2013 и 2014. Почему ВКС игнорирует предписание инспекции и все решения судов люди не понимают? Всё, суд решил, всё постановил. Пожалуйста, скажите, ну как, и что. Вот с этого и суд видим, ведь приставы даже за этим следить были. Вот постановление суда. И товарищи из ВКС, вы почему не начали выплачивать? Почему вы решение суда игнорируете до сих пор? Писать письма чиновникам люди уже устали, но сдаваться в борьбе за свои кровные не намерены. Сколько лет мы можем писать? Вот. Я говорю, нам остаётся только одно, что собраться со всеми пенсионерами и в день выборов пойти просто-напросто на Пекинку перекрывать. Но что ещё остаётся? Потому что мы не знаем, как решить нашу проблему. Последний перерасчёт за отопление в этом доме, как и по всему городу, был за 2012 год, рассказали ВКС. А потом у коммунальщиков начались судебные тяжбы по жалобам жителей на неправильные подсчёты. И делать корректировку перестали совсем. Позже к делу подключилась жилинспекция. И опять же через суд начала добиваться возврата денег за тепло. Перекрывать Пекинку пенсионерам, по всей видимости, не придётся. Коммунальщики готовы вернуть жильцам дома деньги. Жители данного дома эту корректировку за 2013-2014 год увидят уже в следующей квитанции за июль, которую получат на следующей неделе. Всего в этом месяце у нас 12 таких домов. 10 домов было в прошлом месяце. То есть как бы процесс восстанавливается, процесс идёт. За два года жители дома переплатили коммунальщикам почти полмиллиона рублей. Значит, каждому собственнику ВКС должны вернуть около 5000. Для пенсионеров сумма ощутимая. Войну за свои кровные жильцы всё-таки выиграли.